Решение идти или не идти на выборы нужно принять жителям Иркутской области. 9 сентября нам предстоит выбрать новый состав законодательного собрания. От него будет зависеть, какие законы будут приняты в ближайшие годы. Всю последнюю информацию о грядущем голосовании узнаете из нового выпуска рубрики «Мы выбираем». Ремонт фасада главного здания в регионе случайно или нет, но совпал с грядущими воскресными выборами. Уже на следующей неделе обновления грядут не только снаружи, но и внутри места, соединяющего все ветви власти Иркутской области. Ведь 9 сентября жителям региона предстоит выбрать новый состав законодательного собрания. За возможность стать парламентарем и принимать важные для региона законы борются сотни кандидатов. На 45 депутатских мест законодательным собранием Иркутской области в этом году претендует почти 800 человек. 660 кандидатов выдвинулись на выборы по партийным спискам. Еще 120 примут участие по одномандатным округам. Собственно, этих самых одномандатных округов в регионе 22. Общее же количество политических партий, участвующих в гонке за голоса избирателей, исчисляется цифрой 7. Однако самая большая цифра грядущих выборов принадлежит избирательным участкам. Их в Иркутской области будет 1916. И безусловно, главное в этом деле создать комфорт людям. Поэтому сейчас избиратели могут отдать свой голос даже не по месту регистрации. Для этого достаточно было обратиться с заявлением в любую участковую комиссию до 5 сентября. И, собственно, в день Х сделать свой выбор там, где им это удобно. Иркутянин Артем Долгих придет на избирательный участок по своему округу. И уже решил, чем будет руководствоваться при выборе своего кандидата. Возможно, качество убеждения, чтобы за него все-таки проголосовали. Я думаю, как и в большинстве случаев, это дороги. Потому что качество их оставляет желать лучшего. Однако пока оставляет желать лучшего интерес к грядущим выборам. В ЦИОМ прогнозируют крайне низкие показатели явки. Иркутский кинорежиссер Юрий Яшников солидарен со статистикой. Но лично для себя давно ответил на вопрос, голосовать или нет. Механизм выборов, он все-таки реальный. Многие, я знаю, сейчас считают, что вот это бросание бюллетеня в урну, оно потом их даже никто не считает. Есть такие люди. И цифры, которые мы видим, как результаты того или иного голосования, выдумываются из головы. Но на наших с вами глазах в Иркутской области несколько раз результаты выборов были удивительными. И несмотря на разные отношения к голосованию, выборы были, есть и остаются для гражданина главным способом выразить свое отношение к реальности сегодняшнего дня. Поэтому обсуждать популярные или не очень решения депутатов и не воспользоваться возможностью повлиять на них – крайне наивная затея. Павел Жолудев, Виктор Черкашин. Новости по будням.